Всем привет! Цепес! Цепес! Бигов! Вчера! Бегала по парку! Туда-сюда! Туда-сюда! С одной горы на другую гору! Опять! Все, она ушла, поэтому я про нее успела только такое рассказать. Короче, всем привет! Это привет! Привет! Короче, вчера мы были в центре Львова и в парке во Львове называется Стрийский, потому что мы снимали для вас новое видео. Безстыдница, серьезно? Приехали в парк, а тут волы и деревья. То есть у них нету коры, да, получается, как таковой? Вот как это вообще понимать? Люди ходят, гуляют. Все так красиво. Птички поют. У меня сегодня Ukrainian look. Как видите, у меня все подходит по стилю. Ukrainian look. Мне еще надо кепку с синей желтой. Вот тут вот синяя, а вот тут вот козырек желтый. Сто процентов. Я только хотела. О, именно тут мы снимали знаменитый йога челлендж. Вот тут вот, за этими кустами. А Джесси все собаки как собаки ходят, рассматривают. А Джесси бегает вот туда на те горочки и рассматривает всяких там белок, птичек и все остальное. Смотрите, черный лебедь. Опа, спрятался. А ну, голову на место. Голову наверх. А, так как хочешь. Лебедь. Я пока что покажу уток. Обалдеет. Я пока что так приказал обалдеет. Хорошо? А Джессика нервничает, где? Лебедь, Джесси, утка. Это Дипи. Тю, смотри на него. Он мне не хочет показаться. О, ку-ку. Красавец, да? Ага. Занятый. Где лебеди, Джессочек? Где лебеди? Утки, где? О, попасть. Вот, у меня есть молоко, погретое, теплое. Вчера были мы в центре Львова. Картина, конечно же, печальная, знаете, вот я так ходила по Львову, рассматривала. Настолько красивый город, насколько красивы, в принципе, все города Украины. Насколько красива Украина. И вот пришел какой-то дядя, который вообще левым боком в Украине. И пришел вот так вот настучал и испоганил. Вот сломал пасочку. Мы построили пасочку, он приходит, все ломает. Вот прям ходила я по Львову и так грустно становилось, что вот Украина такая красивая, а какое-то непонятное существо приходит все рушить. Ну, я очень рада, что со Львовом сейчас все хорошо. И надеюсь, что так и будет, и его не тронут больше. Знаете, что я вчера такое интересное узнала? Опять же, вот про войну, конечно, это не очень все веселые разговоры. Но я вчера, как увидела, зашла в новости, читаю, смотрю, дед украл машину российских военных, наполненную оружием. Вы представьте себе, дед, дед сел такой за руль и угнал машину. Так вот, вы представьте себе, дед сел в машину, ну, не побоялся и упер на этой машине, угнал машинку. А там куча техники, куча оружия, куча, ну, куча всякой вот этой вот амуниции, куча... Как это вообще, собственно, было? Ну, знаете, это я себе представляю чисто вот так. Дед такой. Опа! Машина! Реально, так и было, знаете. Ну, не так, ладно, было не так. Немножко я не знаю, как это было, я знаю только итог. Но это просто настолько смешно, что, ну, надежда, как говорится, возрастает еще больше, и каждый день это день ближе к победе. Поэтому, да, ходили вчера по паркам. Люди уже, кстати, очень много приезжих, в принципе, там, Харьков и все остальные такие города, которые были под обстрелами, так сказать, точки, как они называются. Ну, короче, такие не очень безопасные точки. Да и, в принципе, такие люди, которые там с Киева, с Житомира, ну, люди, которые, короче, убегали, чтобы их не прихлопнуло, не захлопнуло, так же, как и мы с Кривого Рога. Хотя в Кривого Роге сейчас все хорошо, я очень этому довольна. И очень много собак по Львову. Это прям, как это, во Львове много собак? Это прям удивляет. Ну, конечно, разных, всех разных пород. Маленькие, большие, огромные. Пуси маленькие, кучерявенькие, такие, гладкошерстные, всякие, разные. Ого! Львов еще столько собак не видел, вот это вот реально. И Джессика, которая бегает за этими птичками, это же какой-то капец. У нее сегодня крепатура. Она весь день пролежала, ну, тупо, все. Даже не прикасайтесь ко мне. И все. Ей просто лень. Только что ее папа с мамой выгуливали перед сном. Сказали, что она еле ползала или ходила, потому что... Ну, она реально, собаки все, как собаки, ходят, рассматривают, там, нюхают. Вот эта же пуля летает вот туда, вот сюда. Мне мешают снимать видео. Как эта пуля вот так вот просто летает по всему этому парку, видит птичку, все. Птичка это мне туда. И бежит за этой птичкой. Ну, а парк этот стрийский, я думаю, те, которые были в этом парке во Львове, то знают, какой он. Вот такой вот он. И она по всем этим горам, вот так, вверх-вниз, вот так все перескакивала, перепрыгивала кувырочками. Ну, было такое. Еще на нее напало три больших собаки. Ну, все хорошо, все обошлось. Ой, приключения себе на одно место, конечно. Вот, я наснимала, конечно, там не очень много, потому что времени было не особо много, потому что я снимала влог на канал... Ой, какой влог? Видео на канал Дили Плей. Вот, но я снимала немножко в Телеграм. Я допила свое теплое молоко. Давайте я вам расскажу, что насчет школы. Возможно, интересует. Интересует просто описание, что, типа, входила на биологию во время войны? Типа, чего? Нет, очень много, на самом деле, школ сейчас повыходили в обучение. Ну, потому что, ну, а что, сидеть вот это вот... А когда? Я очень, кстати, рада за свою учительницу с историей, которая выехала из горячей точки. Я очень за нее переживала. И, наконец-то, сегодня был урок истории. Я прям, ну, я прям рада. Так вот, мы повыходили, все-все учатся. Когда воздушная тревога, бежим, прячемся, ну, типа, понятное дело. Вот, никаких вопросов нету. Кстати, прикол в том, что мы будем сдавать контрольные до конца... Ну, мы будем сдавать контрольные работы всегда речни, ну, годовые контрольные. Мы сдавали... Когда мы сдавали, короче, последние две недели учебы. И мы их сдавали с видео. То есть, видео, фейс, учителя, ну, то есть, в прямом эфире, по сути. А сейчас мы будем сдавать каждый сам. Отводится, опять же, две недели. И мы будем их сдавать. Я сейчас скажу точные... Я точные даты не помню, но я сейчас попытаюсь где-то найти. То есть, мы будем сдавать просто как четвертные, просто без видео, без ничего, без камер. Мы будем сдавать их, типа, в оффлайн-режиме. И будем сдавать их не так, как обычно. То есть, мы сдавали всегда, вот опять же, за две недели до окончания школы. А тут мы сдаем как-то очень рано. И вот это вот меня не особо радует, что не в обычном режиме. Потому что, ну, как-то... Лучше бы вся была в обычном режиме, на самом деле. Я не буду сдавать ДПА, девятиклассники не будут сдавать ДПА. Вот такой вот помидор получается. Не, ну что, это, в принципе, тоже плюс. Но, на самом деле, лучше бы я сдала ДПА вместо вот этого вот всего. Знаете, мне пишут многие дети, типа, ой, я там из Белой Церкви. Типа, у нас бомбят. Типа, мне страшно. И мне их так жалко, на самом деле. Я надеюсь, что все будет хорошо. Хорошо, и верьте, и знайте в то, что, когда война закончится, мы отстроим настолько города, что будет намного-намного лучше. Будет такие тайм-скварианы, может. Будет просто такая пушечная страна, что это просто конфетка. Конфетка, так что вы не переживайте. Да, сейчас будет непростой, конечно, момент для всех украинцев. Но, знаете, все будет намного лучше даже, чем было. Я в этом уверена. Я это знаю. И я не могу найти, когда у нас будет контроль. Уроки у нас все идут, все в нормальном режиме. Только, правда, у нас всегда стояли сроки сдачи. А сейчас сроки сдачи сказали, что не будут особо ставить, потому что непонятно, типа, как у кого по возможностям, как у кого по возможностям сдать эти все домашки. То есть, ну, может, человек будет занят. Или, как, например, целый день будет какая-то воздушная тревога. Поэтому тут, типа, как получится, короче, сдаю. Но я сдаю, не имею возможности. Я сдаю всегда все, ну, почти вовремя. Как получится, короче. Поэтому стараюсь. И вы тоже учитесь. Учеба это самое главное, особенно в таких ситуациях. Оно очень хорошо отвлекает. Ну, и, в принципе, почему бы, собственно, и нет, если есть возможность учиться, если предоставили онлайн обучение. Почему бы, собственно, не учиться, правильно? Короче, нам, получается, сделали так. То есть, мы будем сдавать контрольные с 26 квитня. Ну, 26 апреля до 5 мая. Вот. Не знаю, почему так, но зато мы сдадим, и потом месяц будем свободны. Поэтому, типа, я не знаю, что мы будем делать потом месяц. Что вообще-то мне нужно будет делать? I don't understand. Вот. Но я вам скажу, у меня тут планов на не сданные бифтесты, это, конечно, просто very good. Don't perfect. But I very happy, because мы не будем сдавать ДПА. Это, знаете, это как просто щепоточка сахара в мешке соли. Поэтому это тоже такое приятненькое. Знаете, мне еще очень приятно, что вы подписываетесь на мой Телеграм. Реально, на моем Телеграме уже сколько подписчиков? Конечно, могли бы и больше подписываться. Я знаю, потому что вас очень много смотрит меня. И много у меня подписчиков на Ютубе. А на Телеграме у меня почти 700 подписчиков. Это, кстати, очень хорошо. Мне радует, что в Телеграме вы все такие активны. Есть Телеграм-телеплейчат, где переписываются ребятки, где можно познакомиться, так сказать, с кем-то. Вот. Всех, которые плохо себя ведут, мы немножко баним. Были такие уже ситуации смешные. Были всякие вопросы. Типа вот недавно сегодня произошло. Я думаю, если эта девочка смотрит, она особо не обидится. Было, типа, я знаю, какой у тебя телефон? Какой чехол? А скинь фотку чехла. А чехол сама делала? А вот та штучка, крышечка у тебя прозрачная? А когда это у тебя телефон? И все уже такие. Так, что за опросы? Вот, некоторые. Я пытаюсь там отвечать, честно. Я стараюсь там отвечать. Мне помогает моя подруга, Иванка. Она, типа, как там модератор. Вот. Так что, если будут какие-то интересные вопросики, можете туда переходить и там это писать. Это не факт, что я отвечу. Опять же, но я постараюсь. Потому что здесь 67 человек. Не. Какие 67 человек, Диана? Ты что-то... Ты что-то немножко уже перегнула палку. Сколько там в этом дели-плей-чате? Дили-плей-чат. И здесь 57 участников. Ну, это как типа группа. И в моем телеграме есть обсуждение. Так что, если вы подписываетесь на меня, зная, типа, с этого телег... Что? Я сказала только что? Короче, если вы переходите в мой телеграм с моего влогового канала, то там пишите. Привет! Я с влогового канала. Будет круто. Знаете, что я еще вот жалею, что я с собой взяла как-то маловато косметики. Хотя это на самом деле не важно. Что я не взяла с собой много канцелярий. Вот это вот я жалею. Очень много вещей, которые мне понадобятся. Та же линейка. Та же линейка. Почему я не взяла линейку? Мне вот пришлось покупать блокнот. Понимаете? Потому что я с дома блокнот не взяла. А он мне ой как нужен. Потому что, ну, опять же, я тут записываю все. Вон, куча вклеиваю всего. Ну, это на самом деле не очень, да и многое написала. Потому что я не всегда успеваю делать домашку. И один день я вообще просто из-за этих воздушных тревог прогуляла, по сути. Потому что то воздушные тревоги, то нам нужно сходить в магазин. Ну, типа, по делам. Потом только прихожу, уже сажусь за уроки. Уже без 10-12. Ну, как-то don't perfect, да. Меня еще очень смешит, когда мне в телеграм-канале, вот вчера была такая ситуация. Какой-то чувачок начал писать. Ну, он видел, типа, мои видео, бла-бла-бла. И начал говорить там всякий бред, что Россия там нам помогает. Знаете, те, которые есть у меня такие в комментариях. Пожалуйста. Не нужно этого даже писать. Ну, вы же понимаете, что это не так. Если вы так думаете, пожалуйста. Ну, чего вы такие злые? Ну, в конце концов, пойдите сходить в Макдональдс. Ну, покушайте картошечку фри. Можете там сходить в Вочиндем, купить себе новую кофточку. Ну, я не знаю. Ну, или просто в конце концов выключите телевизор. И не надо писать мне этот бред под моими видео. Ну, я сделала вот такие вот круассанчики. Сейчас поставлю в духовочку. И думаю, будет нормально. Вот это самый, на самом деле, красивый. А все остальные какие-то не такие. Из начинки у нас шоколад. И рис. Вот это тема, конечно, хорошая. Тут еще делать. Еще там кусок теста. Это первая партия. Уже идет в духовку. А, какая прелесть. Я не могу. Все готово. Такие вот круассанчики. Это с шоколадом, а еще будут со сгущеночкой. Тема сейчас будем потом кушать. Мы сначала покушаем, то есть поужинаем. Потом будем кушать круассанчики. Что с ним? Что это? Замечка. Там еще есть. Вкусно. Трошки. Вкуснее, чем магазин. Вообще очень вкусно. Они еще горячие. Но те, которые остыли, они прям очень вкусные. А у мамы хлеб кривой. Что это? Это наш любимый гретян. Но что-то у него сфигурит. Ну, не получилось. Короче, будем пить. Чайок с такими крутыми круассанчиками. Слоеное тесто. Внутрь шоколад сгущенка. Закрутили и в духовочку. И перфект. Сверху желточка. И посыпать сахаром. Тема. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кстати, у нас скоро на канале будет 50 тысяч подписчиков. Спасибо за так много просмотров. Последние видео-видео начали так заходить. И мне так приятно. Вообще капец. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Всех люблю. Всем удачи. Пока, короче.